поговорила мне мама забивай сам не доверяем бляча доебываться я прям люблю сирийская смерть а дрочка что это очень круто и очень крепко о я вижу крутой табак а нет это мираж причем здесь сирия и вкус морковки жвачка скорее всего это просто у колянщика кривые руки ребятки привет это до воды мы сегодня мы находимся в кальяной в городе ростов-на-дону под названием г.с. лаунж но суть не в этом у меня здесь лежит продукт а табак в двух разных трех разных формах до грубо говоря в трех разных фасовках я думаю неужели в россии появился табак с ебейшим неймингом я такое смотрю на него вдаль и вижу это название крутое необыкновенное а потом присматриваюсь и понимаю что это просто мираж собственно у нас сегодня продукт под названием мираж премиум табака да довольно таки странное название а вот к чему к чему а к названием доебываться я прям люблю мираж мираж табак табак мираж это просто ну ну как 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 примерно вам описать о я вижу крутой табак а нет это мираж примерно что-то из этого то есть табак для мемов блядя короче ладно давайте смотреть этот табак мне просто прислали как пробники потому что у меня есть вот такая вот баночка да чисто для пробников из-под анализов есть 50 граммов к со вкусом сирийская смесь можно прочитать как сирийская смерть и вот такой вот собственно официальный красивый пакет и давайте собственно попробуем про этот продукт поговорить а у меня здесь есть два кальяна dark side и буду а и в одном у меня забита груша под номером 10 вкус груша номер 10 а во втором конечно же конечно же что сирийская смерть ой смесь блять сам уже поверил в это так вот я его по прокуривал совсем чуть-чуть и вот сейчас я думаю покурю и смогу уже сделать точное нарисовать примерно точное объяснение и анализ данного продукта я не знаю коляна у меня прогрелись или нет давайте собственно попробуем а грушу и сирийскую смесь я не пробовал я не курил и думаю будет очень интересно буквально по пару тяг потом если надо будет чтобы он догорелся еще пускай догревается еще так в воду у нас груша а в dark side и выходит у нас сирийская смесь мне просто вот интересно я еще и не пробовал я не нюхал потому что чашечки забивал кальянщик и мне вот интересно угадать а что же такое сирийская смесь то есть а по факту здесь не должно быть ничего индийского до индийского то есть никаких специй ничего остального а как я не правда не силен в географии и в знаниях допустим какой-то короче что растет в сирии данных не знаю что в сирии наверно кроме песка и блять и скорпионов и американских военных них у тебя больше не растет блять почему-то отдает баблгамом жвачкой да это жва да это жвачка такая свежая прикольная жвачка ладно пускай еще немного до греются потому что еще не подошло как положено так погнали а что я успел выяснить про данный продукт то что здесь сорт табачного листа golden virginia это уже хорошо а что касается крепости то как заявляет производитель она средняя только я не знаю проводил ли производитель анализ того что курят граждане и грубо говоря жители россии что для них понятие средний потому что миллион раз было то что ты говоришь то есть производитель говорит что это крепко это black leaf черный лист типа вся дрочка что это очень круто и очень крепко а так считают они у себя в своих странах когда все это заезжает на территорию россии делись такие прошаренные ребятки которые курят и они говорят не это ниже среднего это что-то чуть выше крепкой чуть выше легкого то есть давать есть максимальная субъективность в том что крепко а то что легко поэтому как заявляет производитель средней крепости так вот еще почитав немного про компанию я узнал что ребята занимаются еще и углем и тем что теперь у них производство в россии а теперь поговорим давайте о пачке именно об этой пачке и об этой пачке вот об этом говорить не будем ну понюхаем но говорить не будем да это просто баночка это просто пробник получается качество упаковки на высшем уровне вот прям реально то есть здесь есть все уже что что нужно так как это пробники это не для продажи и у ребят есть акциз они продаются абсолютно легально и у них легальная компания то есть да все как положено так вот мираж табака типа россия да то есть какие говорил получается состав табак 20 процентов с медовый сироп глицерин натуральный ароматизатор изготовитель премиум табака мираж то есть да здесь есть абсолютно все данные даже есть дата изготовления то есть это то что будет реально стоять у вас на полочках и никого это не напугает так вот а еще момент касаемо самой упаковки если мы ее берем и открываем то здесь реально реально очень хороший зип-лок то есть ты закрыл и ничего течь не будет никак твоя баба во время месячных так вот а табак соответственно желтого цвета как и положено до golden virginia а по пропитке средний не текет не течет да кому как удобнее пахнет очень круто именно с пачки а вот тут есть то есть по вкусам знаете есть такая приколюха то что когда ты нюхаешь это пахнет немного иначе как курица не то что в плохую сторону а наоборот если нюхать грушу то она пахнет медовой дыней то есть но у нее очень медовый сладкий сладкий вкус и на самом деле это очень похоже на кучу других производителей именно по ароматике а также есть в такой вот баночке грейпфрут вкус под номером 29 но как я понял здесь немного другое сырье так как мне прислали пробники то я могу примерно полагать так что это крепкая линейка а это легкая линейка а это средняя линейка как бы но я примерно так то есть какой-то максимально детальной информации у меня нет но если примерно это сложить вот так это типа blue line это типа red line а но мы попробуем потому что у нас есть то и то давайте собственно пробовать нашу грушу уже нормально полноценно знаете что давать также немного мемчиков про мираж я вдали вижу ацетоновую грушу а нет это мираж потому что груша реально охуевшая она очень прикольная и это не совсем вкус груши я не знаю насколько проц вероятен процент того что неправильно наклеили наклейку со вкусом но это блять дыня я прям вот больше чем уверен что это дыня потому что грушей не очень сильно отдает либо также до прецедент того что вот именно вот такая вот груша у них как бы там ада потому что у меня было похоже с одним другим турецким табаком когда я курил их невкус игру это не то а пока не попробовал этот продукт вживую и понял что этот вкус стопроцентно соответствует натуральному продукту который можно похавать то есть ну примерно грубо говоря у них другие продукты у них другие вкусы у продуктов да как бы так отдает реально хорошей дыней прям сочной мягкой медовой дыней honey melon вот один в один ладно пока еще не готов ничего сказать кроме того что дыня ой груша очень сильно отдает дыней сирийский микс это баблгам это жвачка знаете на что похоже жвачка это смесь российского баблгама грубо говоря и турецкой жвачки кто жевал в турции жвачки он прекрасно знает что не есть большая часть именно обычных классических жвачек с оттенком морковки я не знаю правда почему это сирийский микс но какой-либо связи либо аналогии с сирией да можете сука неправильно читаю сирийская смесь сирийская смесь ну как бы да сирия но я не могу не про не могу прочертить никакой грани между сирией и том что я курю то есть если вы увидите на полках табак мираж в магазинах то обязательно купите сирийский микс сирийскую смесь по двум причинам первая причина то что это интересный вкус прям довольно таки интересный вкус до какой-то жвачки с нотками морковочки и прочего и попро и а вторая причина попробовать нарисовать связь причем здесь сирия и вкус морковки жвачкой пока мисс я не могу понять что у продукта с дымностью а потому что сколько это уже греется но дымность довольно таки слабая возможно я думаю что нужно перекинуть немного уголька и попробовать все таки на четырех углях все это попробовать прокурить либо причина заключается в том что с крепостью немного налажали потому что отнести ее к средней крепости именно по меркам на российских курильщиков очень сложно а стоямба ты разобрался парни объясняю голубенькая это лайтовая линейка красная вот такая пачка это средняя линейка а вот это как я понял крепкая линейка то есть я примерно предполагаю я не уверен что это так но а груша аля медовая дыня курица чуть-чуть покрепче то есть более поплотнее чем сирийская смесь да намного здорово а не будем сейчас сильно придирчивыми да прям не будем делать так что этот продукт мирового назначения а себейшими бюджетами да и там супер супер властью чтобы его сильно хаять и пытаться до чего-то доебаться давайте смотреть немного объективно на вещи а покурил бы я это думаю что да если не обращать внимание на то что есть на рынке я бы это покурил потому что это сладко это не химозно вообще и в принципе довольно таки интересные вкусы а по причинам если обращать на все что есть на рынке то я бы скорее всего бы возможно не покурил бы этот табак по нескольким причинам именно сугубо личными слабая крепость и все то есть единственно что отпугивает в данный момент от продукта это то что очень слабая крепость это сугубо личное но брать если какой-то слой людей которые не могут курить крепкой но хотят что-то ароматное приятное то мираж вполне закладывается в эти рамки подымности вроде разгоняет скорее всего это просто у колянщика кривые руки я считаю что это так если ты считаешь что у колянщика кривые руки пиши это в комментарии под хэштегом кальянчик кривые руки говорила мне мама забивай сам не доверяем блять чашки да по крепости большое различие есть поэтому давайте собственно подведем маленький окончательный итог я думаю то что я раз мог рассказать про продукт я рассказал давайте про технические характеристики грубо говоря продукта а крепость ну не дотянули честно не дотянули ароматика она сладкая хорошая приятная и самое главное нежная но с вкусами и возможно маркировкой вкусов я просто предполагаю допустили какую-то ошибку потому что но груша это реально дыня то есть блять ну грушу с дыней я сука не перепутаю а что касается именно вот этой упаковки как я понимаю что она финальная то упаковка в принципе заебок ну отталкиваясь от того что есть на рынке в таких зип пакетах грубо говоря да то упаковка очень толстая с хорошим принтом мне наклейкой до не наклейка пропечатаны пакетики круто продукт готовы продажи на ваших полках легально официально это круто то есть не нужно ждать обещаний что у нас завтра будет акциз а вот у нас завтра будет акциз вот вы закупите пока продавайте со склада а у нас завтра будет акциз то есть все максимально готово что касается именно других вкусов да давайте собственно попробуем вот мне больше всего интересно наверно понюхать вафли потому что вафли я тоже не открывал не нюхал но я могу бля вот так вот вот так вот дерьмово вот так дерьмово нюхать а вот так вот короче тем кто рожден до девяносто третьего года рождения я скажу так ребят просто вспомните ларек и там продавались вафли их лежало раз пять штучек они такие были широкие большие а и они были завернуты в такую типа кальку типа еще закрыты сверху карт картоновой такой маленькой бумажкой вспомнили вкус этих вафель вот это они самые на запах здорово но когда ты начинаешь привыкиваться то не очень здорово я думаю я покурил вкус попозже дома и в историях о нем расскажу так вот ребятулечки так что мой вердикт этому продукту как продукта с низкой крепостью да то есть интересно как продукта с тем кто курит очень крепкая не интересно как продукт легально продающийся интересно как интересная упаковка тоже интересные что касается ароматики интересно здесь больше да чем нет для продукта до продукта да то я считаю что есть место ему быть так что всем пока это дава дым это ростов-на-дону г.с. лаунж ссылочка на заведение в описании вам попробуй грушу это реально сука блять дыня нахуй это дыня и и и и и и и и и